Всем добрый день, друзья! Начинаем с вами новый влог. В общем, сегодня у меня что? Дела в огороде, как всегда. Хоть сейчас и жарко, но всё равно нужно выйти кое-что поделать. Сейчас я вам покажу мои питуньи на сегодняшний день. У нас сегодня 18 июня. И как они выглядят именно сейчас в цветущем состоянии. И также я хочу рассказать, как ухаживать за плетистой розой, потому что моя подписчица у меня спрашивала всё-таки рассказать. Хотя там особо никаких секретов нет, да. Но, тем не менее, тогда поделюсь с вами то, что делаю именно я. Ой, вышла сейчас, друзья, на балкон. Думаю, что-то круг какой-то спущенный, надо подкачать, да. Смотрите, какой тут кошмар. Вот, видите? И сквозь него всё, он порвался. Вы знаете, отдать ему должно. Это у нас фирма Интекс. Бай Интекс. Который прослужил 10 лет. Этому кругу 10 лет. Представляете? То есть, Валерин знакомый, очень хороший. Приезжал к нам, когда Веронике было месяца 8, и подарил ей вот такой круг. Говорит, пусть ей на долгие годы его хватит, чтобы она плавала. Круг действительно качественный. Но, видимо, конечно, время берёт своё. Хранился, конечно же, в доме. Нигде, ни в гараже, ни в холоде. Ну, видимо, не судьба. И, кстати говоря, только проговорила я про бассейн в комментариях. Либо в комментариях, либо, не помню уже где, в личке. В общем, круг верхний тоже стал спускать. Котов у нас здесь нет, они не лазят. Наш кот тоже не полезет. Он обходит просто стороной. Видимо, тоже где-то какая-нибудь, ну, маленькая дырочка была. Видимо, она стала расходиться или увеличиваться в размере от вибрации, да, когда, ну, плаваем. И поэтому стал спускать ещё и вот этот верхний круг. Видите, что творится? Конечно же, нужно подумывать о покупке нового бассейна. Каркасного желательно на следующий год. Сейчас я подкачаю всё равно. Своим вот таким насосом. Мы, кстати, этот насос купили, наверное, лет 14 назад в Сочи. Когда отдыхали, купили вот такой, тоже, кстати, Баинтекс насос ручной. Для всех видов матрасов. Тут насадки, вот видите, разные есть. Можно без насадки. То есть я круг вот этот именно без насадки вот так накачиваю. Вот сюда вот так вставляю толстой стороной и подкачиваю. Вот, и хлорку нужно заменить. Хлорка у нас пока подвешена вот в такие обычные вот я марлю беру, подвешиваю. Есть специальные держатели, но я сейчас не заморачиваюсь, потому что думаю, если будем покупать новый бассейн, то там всё в комплекте и посмотрим всё такое более новое. Да, жалко, обидно. Три года он нам прослужил верой и правдой. Не знаю, обалдеть. Давайте начнём по порядку. Здесь петуния вот такого вида. Здесь разросся кустик очень красиво. Видите, пчёлы разные, жучки, паучки летают. Вот, занимаются, в общем, вопросами своими, важными. Видите, какой полосатый билайн летает. И вот этот цвет, он свисает прям вот так, видите, вниз с кашпо. Очень красиво смотрится прям. И она такая, знаете, как каскадная. И маленькие-маленькие цветочки по форме, они меньше, чем, допустим, вот белые. Так, здесь у нас это кустовая идёт серия. Вот такой яркий-яркий цвет. Муравьи тут уже ползают. Хотя, кстати, петунию я обрабатывала от вредителей. Вот недавно, когда у меня оставался раствор после обработки, по-моему, томатов, что ли, я прошла и петунии. Нужно это делать периодически. И самое ещё важное правило. Нужно удалять вот такие вот цветочки, отсветшие именно с этой плодоножкой. Обязательно удалять с ней. Чтобы нарастали новые бутоны. И было обильное-обильное цветение. Да, муторное дело, конечно. Я каждый вот вечер, ну сейчас у нас день, и я каждый вечер стараюсь проходить, ну не пальцами, конечно, они липкие, а ножницами прям обрезаю. Там у меня белая невесточка. Вот такая прям белая. Здесь у меня тоже шикарные расцветки, смотрите. Причём они какие-то, знаете, все разные. Вот один куст, есть прям коралловый, да, ну лососевый. Есть более тёмный окрас, это когда только-только они распускаются. А есть вот с такой выраженной белой окоёмочкой. То есть вот эта лезет новая. Это вообще какой-то цвет, смотрите, интересный, да. Вот из одного куста могут быть абсолютно разные. Но вот эта комплиментуния, это не питунья, а именно комплиментуния, она кустиком растёт. И у неё отцветают они очень-очень медленно. Это хорошо. То есть к этому кусту я подхожу крайне редко. Если эти все каждый день нужно обрывать, то на этих кустах я могу, ну, раз, допустим, там в 3 дня, в 4 дня, представляете, обрывать. То есть они отцветают очень медленно. Ну вот здесь уже видите, а, нет, это ещё пока отцветёт. Ну, тоже один куст, пожалуйста, все разные. Очень интересный, красивый прям цвет, невозможный. Так, ну и здесь, в принципе, всё то же самое. Тоже обрываем. Здесь вытягиваются очень сильно кусты. Наверное, мало света. Не знаю, что здесь происходит. Надо, наверное, подкормить. Прямо конкретно подкормить. Уже специальным средством для цветов. И также, друзья, я вам не похвалилась, то, что я бальзамина посадила. Выглядят они вот так в моей подставке. Подставку я эту привязала пока сюда. Я решила поэкспериментировать. Поставила на солнечную сторону. Но здесь солнце у нас всегда где-то до двух часов дня. Вот представляете, да? Эти вроде бы ничего. Белый. Вот эти, смотрите, они так классно скручиваются, как будто это розочки. Очень необычно цветут. Я впервые сталкиваюсь с бальзамином. Я раньше никогда его не покупала. Ну, не сажала. А вот этот розовый был весь в цветах. Что с ним стало, я вообще не понимаю. Что вообще происходит. То есть у него, смотрите, все листья. Хотя я и полила, земля влажная. В общем, я не знаю. Эти все нормальные. Вот. Более-менее зелененькие. Этот то ли погибает, то ли что с ним. В общем, не знаю. Буду отливать. Буду пробовать его сохранить. А так, конечно, подставочки смотрятся очень даже ничего красиво. И мне кажется, она, знаете, прям куда-то, как-то сюда вот в этот уголок вписывается, да? Эта подставка. Но я боюсь то, что вредит палящее солнце. Вот что. Понаблюдаю. Ну, давайте теперь здесь, на этой стороне дома. Смотрите, какая здесь разрослась красота. Пока я стрижку не производила, меня все устраивает в вазонах. Они шикарно цветут. Шикарная у них шапка. Эти даже свисают. Уже спадают именно вот такими ветками. Очень даже интересно. Мне нравится. Что еще вам рассказать. Полив. В такую, конечно, жару полив, полив и полив. Потому что кашпо, они не очень объемные, да? По литражу. И земля, естественно, пересыхает. Поэтому поливаю я ежедневно. Подкормка у меня происходит раз в неделю. Выбирайте себе день. Допустим, там, ну, какой там, субботу, воскресенье, какой хотите, выходной. Когда у вас есть время этим заниматься. И подкармливайте раз в неделю. Какой бы грунт не был питательным, питунья очень, она прям требовательна. Очень требовательна к питанию. Так. Ну и давайте что? Вернемся с вами к розе. Вот она, моя красотка. Красотка уже отцветает. Вот, сбрасывает листики свои. Не листики, а лепестки. Лепестки вот уже сбрасывает. Буквально сколько? Ну, наверное, две недели, три недели, да? Прошло с момента ее зацветания. Она, конечно, шикарная. Она ничем не пахнет. А здесь образуется, смотрите, как интересно. Три розочки, да? Маленькие. И одна вот такая большая. Очень оригинально цветет. Сорт я вам, девочки, не подскажу. Это просто плетистая роза. Я знаю, что когда мы были в питомнике, хозяйка сказала, что нужно брать полька, по-моему, да? В общем, она мне назвала сорт, который цветет постоянно, все лето. Это же нет. Она не цветет. Но уход за ней каков. Смотрите. Сейчас она отцветает. Я вот эти все отцветшие обрезаю ножницами. Ну, вот эти вот сухоцветы, да? Как их называют, коробочки вот эти. Я их обрезаю. Вот. Потом вот эти побеги, видите, новые. Это выросли уже в этом году. То есть, соответственно, в следующем году из этого побега будут шикарные розы. Те, которые отцветают и ветки, то есть стареют, они сами высохнут осенью, и я их обрезаю. То есть она, понимаете, как бы сама обновляется. Как и в малине. Новые ветки приросли, осенью старые отсохли, вы их отрезали. Идет обновление розы. Обязательно следите за вредителями, такими, как тля. Я обрабатывала свою розу уже за этот сезон три раза. Потому что бывает так, что обработаешь, прошел дождь. Естественно, все смыл. Приходится обрабатывать повторно. А так смотрите сами. Обработку провизвели. Все, тля упала, погибла. Замечательно. Проходит неделя, две. Смотрите. Если снова опять тля, то значит снова обрабатываете. То есть по мере пребывания этих вредителей. Получается так. Ну и в общем, что еще вам рассказать. Утепляю я ее на зиму обязательно. То есть вот эти все ветки я снимаю. Отвязываю, снимаю и преклоняю к земле. Обязательно сухой листвой. Либо еловыми ветками. Либо что-то такое вот нужно. Именно травяное. Соломой, возможно. Укрываете, утепляете. И сверху я еще накрываю укрывным материалом. Ну, обычный укрывной материал, который продается в любом садовом магазине. Все, она зимует. А весной я немножко бока приоткрываю, когда уже снег сойдет. Чтобы она там не мокла, не загнила. Бока открываю. Но пока не открываю полностью. И, наверное, в этом году я уже ее открыла. Либо в начале апреля. Или как-то вот в конце марта. В общем, как-то у нас потеплело. То есть по погоде нужно смотреть. И я ее открыла. Естественно, открыла, обратно все расправила. Подвязала. И тут вот весной нужно ее обработать от вредителей. До ее цветения все равно нужно обработать. И также нужно ее подкормить. Она очень любит навозные удобрения. Допустим, куриный помет настойный. Или просто навоз обычный. Ну, коровий навоз настойный. Да, полить. Либо просто покупаете какое-то комплексное удобрение. Такое вот. Не комплексное даже. А больше азотное удобрение. Для того, чтобы она наращивала зеленую массу. Это весной нужно делать. Когда уже начинают у нее бутоны образовываться, она скоро зацветет. Здесь нужно азот убрать и подкармливать калийно-фосфорными удобрениями. Все эти компоненты находятся в удобрении, которые для цветущих. То есть для растений цветущих. Для цветов. И в этом году, я вам хочу сказать, у меня за счет таких подкормок очень обильное цветение. В прошлом году у меня такого, конечно, не было. В этом году вот просто... Это сейчас она, знаете, как уже отцветает. А так на ней просто живого места не было. Она вся в бутонах. Они были все вот такие яркие-яркие. Тут они уже... Ну вот, как здесь, наверное, смотрите, какая красота. Идет три бутончика вместе. Как здорово. Здесь вот один. То есть как бы... А, здесь тоже три, да? Ну вот они тут по три. По три есть, есть по два. Тут по-разному они как-то. Тут один. Очень интересно. Зацветает. Супер. Вот. И, конечно, ей опору желательно бы. Многие покупают такие, знаете, сетки. И привязывают к этой сетке, чтобы она прям стелилась, да? По этой, по стене. Потому что, ну, веревочками как-то неудобно, конечно. Это нужно каждую ветку, получается, привязать. Сетку бы желательно поставить. Здорово будет. Либо ставят многие арки. Вот такие. Арки на вход. Тоже она обвивает. Очень красиво. Только тогда нужно и с этой стороны иметь розу, и с той стороны тоже иметь розу. Будет вообще здорово. Вообще, в моих планах купить весной клематис, посадить вот сюда. И также организовать здесь, ну, такую вьющуюся потом стену из цветов. Потому что это отсветет, а клематис зацветет. То есть, чтобы они не одновременно у меня цвели и зацвели. В принципе, все. Если будут какие-то у вас вопросы, задавайте, девчонки. Ну, для розы самое главное, конечно, это обрезка, это подкормка для цветения и укрытие. Обязательно укрывать, чтобы она у вас не замерзла. И тогда будет все супер. Ну, и, естественно, обработка от вредителей. Потому что, если тля поселится, то это все. Если ее не обрабатывать, то просто роза погибнет. И все. Так что так. Я надеюсь, я ответила на ваш вопросик. Я вам сейчас покажу. У меня здесь зацвела хоста. Я вообще не знала, что хосты еще цвести умеют, оказывается. Смотрите, сиреневые цветы. Я не помню, цвела она у меня в прошлом году, не цвела. А вот, хосты шикарные. Кстати, вон тоже, да? А, тоже зацветет хостом. Я хочу их потом, конечно, размножить. Мне они очень нравятся, я их прям обожаю. Но опять, как размножить? Я их хотела вот сюда. А вы видите здесь солнце? Здесь солнце у меня. Знаете, как? И утром солнце попадает сюда, на эту территорию. И сейчас, вот после полвторого-двух часов, здесь будет вот такое солнце. Поэтому, как-то хоста, наверное, сюда никак не пойдет. Сюда хотела я туи размножить, опять же, посадить прям вот так вдоль забора туечки. Затем гортензии здесь, какие-нибудь еще кустарнички. Ну, естественно, там по краям петунии кустовые в будущем сажать. Вообще, в планах вот это все осенью здесь убрать. И я здесь хочу вскопать. Хочу здесь палисадник сделать. Какой-нибудь не так вот, чтобы прям ровными линиями, да. Ну, а что-нибудь вот, в общем, изобразить. Что-нибудь, что-нибудь красивенькое хочется мне. Вот, такие вот у меня мысли. Бархатцы, видите, зацветают. Какие-то вообще маленькие не догоняют в росте. Какой-то вообще вот сидит огромный куст уже. Скоро-скоро вот зацветет. В общем, все растет, но все по-разному развиваются. Наверное, как и люди, впрочем. Я не знаю, что мне сделать с пионом. Может быть, кто-то знает, подскажите мне. Пион мой не цветет. Вот он начал выдавать бутоны. Бутоны прям, вот прям были, были, были. И все. И они засохли, они даже не раскрылись. Просто стоит зеленый куст. Ну, как бы, если бы ему пропасть, он бы вообще тогда пропал бы. Почему зеленый куст стоит, а цветения нет? Не могу вообще понять. Я уже его, видите, пересадила. Он у меня на солнце сидит. В прошлом году он был вот где-то вот там в углу в тени. Я понимаю, он не цвел. Но сейчас на солнце тебя посадили, тебя подкормили. Что тебе еще надо? Вообще не въеду. Ой, вообще. В общем, видите, каждое растение индивидуальное. Так, ну что, я тут варю, как всегда, компоты. Красная смородина, черная смородина. И одновременно готовлю десерт. В общем, это будет у нас такое, ну как, не знаю, мороженое, не мороженое, вкуснятина. В общем, сейчас нам понадобится 300 грамм ягод. Здесь у меня клубника и черная смородина. Смородина замороженная. Можно, в принципе, все ягоды брать замороженные. 300 грамм. Потом желатин. Здесь пакетик 10 грамм. Вода 50 миллилитров для замачивания. И 50 грамм сахара. Любите послаще, значит, добавляйте сахара побольше. Сейчас отправляем в сотейник ягоды и сахар. И доводим до кипения, пока не растворится у нас сахар. И нужно желатин замочить в холодной воде, оставить для набухания на столе. Если у вас ягоды свежие, то, конечно, их лучше сначала блендером перебить погружным, а потом уже доводить до кипения. Вот, смотрите, ягоды, сок дали, значит, они у нас растаяли. Сейчас берем погружной блендер и нужно это все измельчить. А потом доведем до кипения. Можно, конечно, там косточки просеять сквозь сито, если вам не нравится. Но я не буду этого делать. Все, сейчас доводим до кипения. Первые у нас пойдут с вами, вот такие пузырьки. И нужно будет отключать сразу же. Вот, видите, пузырьки пошли. Все, отключаем. Теперь сюда отправляем набухший желатин. Вот так вот он выглядит уже. Хорошо растворяем. Вот так до полного растворения. И теперь эту смесь нужно нам остудить. Пока остужаются, будем придумывать, куда мы будем все это дело переливать. И сейчас я... В общем, я хотела поставить вот так, стаканчики, да, на бок, чтобы, допустим, залить. И, ну, было вот так наполовину красиво. Но так как они вот с такими бортами, туда вмещается очень мало. Видите, вода выливается. Я уже проэкспериментировала. Поэтому я их вот так поставлю и, ну, вот так до половины нальем. А сверху у нас будет с вами молочная заливка. Вот она у меня стоит, уже приготовила. Так что буду делать так. Чтобы застыла, конечно, в морозилку я сейчас отправлю. Это быстрее дело пойдет. А так вообще, ну, в холодильнике там 3-4 часа нужно выдерживать между слоями. Ну, хотя бы часа 2 точно. Ну, в принципе, я все остудила. Можно нам заливать. Сначала вот так залью. Насколько там у нас хватит. У меня их 4 формы. Остается там, видите, у меня немножечко. Можно, в принципе, в один, в другой стаканчик какой-нибудь залить. Так, и оставшиеся я залила вот в такую обычную, ну, обычную кружку. Все, убираем в морозилку и займемся приготовлением вот этой молочной смеси. Так, с молочной смесью делаем все то же самое. В воде замачиваем пакетик желатина 10 грамм. Так, наливаем теперь в сотейник сливки. Сливки у меня 35%. Самый минимальный процент должен быть 25%. И вливаем сюда молоко. Также всыпаем сюда ванильный сахар. Пакетик. И всыпаем обычный сахар. И доводим до кипения. Огреем эту смесь до появления вот таких пузырьков по краям ковшика. Все, надо отключать. Теперь также набухший желатин мы отправляем в молочную смесь. И хорошо перемешиваем и остужаем смесь. Пока там смесь наша застывает, ягодная в морозилке, это уже остынет. Прошло каких-то, наверное, 30 минут. У нас, смотрите, как все с вами застыло. Шикарненько. Теперь берем молочную смесь. И вот так аккуратненько-аккуратненько заливаем. И отправляем снова, ну, либо в морозилку, ну, только не забыть, либо в холодильник. Вот такая вот у нас получается красота. Все. Ну, вот так это выглядит. Смотрите, в холодильнике. Ну, почти застывает, пока еще нет. Если бы в морозилке, конечно, она быстро бы застыла. И вы знаете, мне даже больше нравится то, что белого слоя меньше, чем ягодного. Как-то ягодный, ну, во-первых, и подиетичнее, да? Повкуснее, мне кажется, чем вот этот сливочный слой. Ну, в общем, мне кажется, в любом случае будет вкусно, здорово. Натуральный такой десерт летний, прям в жару. У нас, смотрите, что творится там вдалеке. Все синее. Мне кажется, сейчас к нам тоже это все придет. Дождик ливанет. Я вот тут компот наварила. Сейчас поливаю цветы. И вы знаете, я вам сейчас что расскажу-то? Я вам показывала, да? Оказывается, бальзамины, они, наверное, такие прямые солнечные лучи не переносят. Они начинают сразу, ну, как бы скручиваться листья, да? Сохнуть цветочки. И я что сделала? Я полила просто обильно. И посмотрите, он опять зажил, ну, ожил заново. В общем, его надо, оказывается, поливать. Вот, обильно поливать. И при этом, ну, прямые солнечные лучи он как-то, наверное, не переносит. Так что все пока нормально у меня здесь. Так, девчонки, чем поливаю? Сейчас покажу. То, что я подкармливаю цветы раз в неделю, да? Ну, обычно там химическим вот этим удобрением. Это само собой. Но у меня еще полив ежедневный. Ежедневный. Я настаиваю траву. То есть у меня здесь сами цветки петуни, которые я обрываю. Тоже сюда все в ход идет. Трава, сорняки, банановые шкурки. Видите, да? Вот там у меня банановые шкурки. И я беру вот такую литровую, ну, ковшик литровый. Набираю жидкость одной и разбавляю водой. И вот этой смесью я поливаю цветы свои каждый день. Вот. Вы знаете, я результат вижу на лицо. Не то, что это простой водой поливать, понимаете? Поэтому как-то так. Но кормлю, кормлю раз в неделю по-любому еще таким удобрением. Так что возьмите на заметку, если как бы вам интересно. И этим настоем я еще и огурцы поливаю каждый вечер. Да, именно вот такой настоянной травой. Причем я подливаю просто туда воды в течение, допустим, закончилось за вечер. Я долила воды, все это стоит. На следующий день какой-то сорняк сорвала, все туда выкинула. И, в общем, все это у меня стоит. Только я потом отношу это ведро куда-нибудь туда подальше, ну, чтобы оно тут не стояло, как говорится, не воняло и не кисло. Вот такая вот у меня хитрость в поливе. Это я практикую именно в этом году. В прошлом году я так не делала. Ну, вот не знаю. В принципе, я вижу результат нормальный. У нас новый день. Вероника только пришла из школьного лагеря. И нам раздавали учебники для пятого класса. И нам раздали учебники. Смотрите, какая куча. Тихо-то. Давай, покажи нам. Там будет 19 учебников, но пока 14. Там несколько. Так, литература. Пятый класс, первая часть. Вот. Пятый класс. Так. Дальше. У нас история. Тоже такая маленькая книжечка-то. Ну да. Какие-то все книжки мягкие, дряблые. Ну что это за учебники, а? Да нет, нет, смотрите. Ужас. Смотрите, вот тут все истории. Вот это. Дальше. Будем изучать, в общем, историю. Дальше тоже история. Это история древнего мира. Это отдельный предмет. Это отдельные все предметы. Ну, например, Индия, Египет. То есть все вот эти древние мира, например, как вот Американил, типа вот такого. Дальше. Основы безопасности жизнедействия ОБЖ. Дальше это Основы духовной и нравственной культуры народов России. То есть это как ОРКС. ОСЭ у нас было. Только тут как... А, то есть у вас светской этики не будет в пятом классе, а будет вот это, да? Это ОРКС. Основы духовной и нравственной культуры народов России. Угу. Дальше литература. Вторая часть. Вот. Угу. Как всегда. Так. А дальше музыка. Это предмет, на котором, блин, все спят. Вот реально. Я ненавижу этот предмет. Ух ты, Грань, там ноты. Что-то. Да, но мы будем... Да, мы будем опять там писать разные фигы. Угу. Дальше физическая культура. Учебник по физре, ребята. Учебник по физре. Если мы будем какие-то конспекты... Ой, не могу. Ребят, если мы не будем на улице бегать, вот конспекты писать, то я и в школу уйду, наверное. Ну, тут, знаете, там, там просто мы пройдем, смотрите, вот, например, там 10 минут, вот, почитаем, да, половину темы, и все, и мы пойдем на улицу. Вот, например, олимпийские игры, физическое развитие человека, то есть, как надо выполнять разные... Упражнения, да? Вот, например, как сидеть надо. Ну, конечно, все, вот это вот разные упражнения. Ну, это же хорошо, что-то, наоборот, классно. Это же биология. Угу, пятый-шестый. Мы там не будем только проходить цветочки, пистики-тычинки. Да, нам старшеклассница, которая училась, она показала вот это. Это, ладно, это организм, но вы, наверное, все поняли. Поняли. Информатика, а это матовая книга, смотрите, попробуйте, она матовая книга, и смотрите, прям как у одного блогера, я ее обожаю смотреть, она в одиннадцатый класс перешла, и у нее, гляньте, какие страницы, вот у нее такие же страницы были классные. Угу, вот, короче. Мейл.ру там нормально. Короче, мы не с компьютерами. Английский, я не понимаю, почему всем дали вот такие развянутые, ну ладно. Ну, потому что... Пятый класс. Вы сами уродуете учебники, а они... Ну, в принципе, я справлюсь. Да, уж. Дальше. Изобразительность кустового. Мы там не будем рисовать, мы будем... Учебник по ИЗО? У нас, у нас с первого класса был учебник по ИЗО. Ты серьезно? Мама, у нас с первого класса был учебник по ИЗО. И знаете что, мы на ИЗО не будем рисовать, наконец-то, но мы будем писать большие конспекты, ура! Я обожаю конспекты писать, а не рисовать, не дубись. Вот, например. Дальше. Это география. Ребята, с пятого класса география и до шестого. То есть, смотрите, на два года учебник. География, например. Ну вот, все там. Кто и когда открыл материки Австралию и Антарктиду? Общество знаний. Общество знаний. Это что? Ну вот тут картинка пятый класс. То есть, смотрите, сейчас. О, господи, сколько этих предметов прибавилось. Что такое наследственность? Легко ли быть подростком? Ну, там вот это все общественное. Нам потом еще раз дадут, знаете, это пока 14 учебников. У нас будет 19, попозже дадут. То есть, нам надо две части русского, две части математики и одну часть труд. То есть, 19 учебников. Я хочу быстрее начать, знаете, с чего? Вот, вот я не знаю, чем блин, у меня физическая куртка. Все, иди, мои руки, давай кушать. Это мой любимый предмет. В общем, мы разобрались. Тут Ангелина какая-то, вон, смотри, кто тоже написал. Господи, знаете, что, наверное, по информатике у меня всегда 5, потому что я хорошо разбираюсь в компьютерах. Молодец. И, ну, там, это легкотня.